Дональд Трамп вошел в список 500 самых богатых людей мира, но снова вызвал скандал. Все из-за Библии, которую он выпустил в продажу. Верующие возмутились, что в книгу зачем-то включили Декларацию независимости, нарисовали на ней американский флаг и написали «Боже, благослови Америку». Тем временем Байден организовал пафосный гала-концерт с участием Обамы и Клинтона, где тоже не обошлось без скандалов. Но удалось заработать 25 миллионов долларов. За активностью американской политики наблюдает корреспондент ВГТРК в Штатах Валентин Богданов. Акции компании Трампа в первый же день выхода на биржу NASDAQ взлетели как ракета вверх, невероятная. Он продолжается, но не так вертикально, конечно, но тем не менее. Более того, впервые вообще в истории Трамп вошел в число 500 самых богатых людей мира. Это данный Блумберг и это, конечно, удар по всему тому, на чем строили свою антитрамповскую кампанию его соперники, демократы. Они в последнее время утверждали, что, дескать, Трамп не найдет 454 миллиона долларов залога, чтобы заплатить для подачи апелляции по делу о мошенничестве с кредитами. Но, во-первых, Трампу и тут повезло. Во-первых, сумма изменилась на 175 миллионов. Это уже не так много. Во-вторых, он разбогател. В-третьих, у него есть еще почти неделя для того, чтобы внести эти деньги. Нет сомнений, что они с командой их соберут. Ну и Трамп на этом не останавливается. И это вызвало другой скандал. Он стал тут продавать Библии. Причем в таком вот виде, где почему-то на священной для всех христиан книге указаны данные, касающиеся Соединенных Штатов Америки. Это абсолютно не каноническая, конечно, история. Это вызвало протест. Но Трамп человек неумеренный. Он когда чем-то начинает заниматься, он полностью этим отдается. Но думаю, что он найдет слова и он как бы сформулирует, почему это произошло. Но пока вот, ну опять же, это особенности оптики. То есть либеральная пресса выискивает любую возможность, грубо говоря, докопаться до Трампа. То они говорили, что он бедный. Теперь оказывается не то, что бедный, а очень даже богатый. То он проигрывает. Последний опрос свидетельствует, что проигрывает как раз Байден. Но вот теперь они будут упирать на то, что здесь накануне в Нью-Йорке Байден при помощи и при посредничестве двух других президентов-демократов в последние недели и Нью-Йорк Таймс, и другие либеральные издания писали о том, что Обама очень встревожен состоянием электоральных, прежде всего, дел у Байдена. И не зря тут злые языки считают, что для Обамы вообще первый срок Байдена, это как его третий срок. Ну и плюс личная невероятная неприязнь к Трампу, ведь в свое время Обама вложился, вложился репутационно в Клинтон. Клинтон проиграла Трампу. Сторонники теории заговора вообще считают, что Обама тайный кукловод всей американской политики, ну той политики, которая делается в стане демократа. В общем, это мероприятие нельзя недооценивать. И обернулось оно своего рода конфузом. Активисты пропалестинские, проникшие внутрь огромного зала, там были и актеры, и звезды. И одновременно у троих брал интервью известный американский комик Стивен Колбер. И вот начали кричать прямо с мест про то, что кровь на руках Байдена, про то, что он в безумии своем толкает мир к Третьей мировой войне. Упоминали и Россию. В общем, такой холодный душ пролился на сразу троих американских президентов-демократов. Могли бы и четвертого позвать жив Джимми Картер, но в очень тяжелом состоянии. Фактически в хосписе находится 99 лет на Джимми Картеру в этом году. Но так или иначе, выглядело это все явно не так, как рассчитывали демократы. Тем более, что ведь такой прием, где им всем устраивают. Ну и Байден прежде всего в Нью-Йорке, в одном из самых демократических и либеральных городов Соединенных Штатов. И одновременно еще и все это проходило в тени Трампа. Потому что Трамп тоже был в Нью-Йорке. Приехал на похороны убитого на Лунг-Айленде полицейского. Использовал это тоже как элемент своей предвыборной кампании. Кто-то Трампа за это критикует. Но это политика, тем более публичная политика. Каждый вправе действовать так, как ему кажется приемлемым. И как ему кажется выгодным для себя. Но вот Трамп пошел на похороны полицейского, чтобы поговорить о бесконтрольной преступности. И о том, куда привели в плане криминогенной обстановки Нью-Йорк и многие другие либеральные города, находящиеся у власти демократы. Корреспондент ВГТРК в Штатах Валентин Богданов и фрагмент его программы «Штатный корреспондент».